Всем привет, этот ролик как бы вдогонку к прошлому ролику про стоки, поговорим еще раз про заработки, что там реально, что нереально И хочется обсудить пару комментариев негативных Хотя самый негативный комментарий к этому ролику про стоки был Убей себя Я вот просто не понимаю, мне интересно представить В реальной жизни, кто этот человек? Я постоянно вижу такие комментарии на ютубе И вот мне все время очень любопытно, что это за люди, которые пишут такие комментарии Но видимо очень взбудоражила тема про стоки Над предложением я подумаю В данном случае под негативными комментариями я имею ввиду то, что сложно заработать Кто-то говорит, нереально заработать В общем это обсудим Начну вот с чего Если вы вдруг спросите меня, не знаю почему вы меня именно спросите Но все же, смогу ли я зарабатывать через 2 года работы на стоках какую-то достойную сумму Ну достойная сумма у каждого своя Ну я не знаю, 100 тысяч допустим рублей Наверное достойная сумма по сегодняшним временам для нашей страны Честно? Да скорее всего нет Чисто статистически, извините Но большинство из тех, кто смотрел что прошлый ролик Что смотрит этот ролик И начнет работать на стоках К сожалению, скорее всего до приличных денег не дойдут И не то, что через 2 года Гораздо раньше большинство людей это дело забросят И об этом как раз очень справедливо Многие пишут в комментариях на всевозможных форумах Конкуренция растет Образовались целые профессиональные команды С которыми опять же нужно конкурировать Нужно фигачить, фигачить, фигачить И работать за тарелку супа И так далее и тому подобное И скорее всего эти люди правы Потому что статистически большинство До денег, до нормальных денег все-таки не дойдет И как правило люди читают такие комментарии У них какая-то есть искра, да, они что-то ищут Ну я не знаю по какой причине они хотят попробовать стоки И они читают такие комментарии Думают, не, за тарелку супа работать неохота Как бы конкуренция, все дела И как бы на этом разговор заканчивается Но мне хочется продолжить мысль Ну хорошо, раз человек думает о стоках Он ищет что-то новое, способы, может реализации Может быть заработка денег, я не знаю Стоки не пойдут, значит Хорошо, может быть тогда делать карьеру И тогда вы спросите у меня Опять же, я не знаю, я не карьерный консультант Но вдруг, теоретически А смогу ли я за два года сделать карьеру Подняться там на две-три ступени Как бы наверх Там был линейным, допустим, работником А стать менеджером или директором Да скорее всего нет Потому что скорее всего вы не один такой Потому что там есть конкуренция Может быть пять, может быть десять А может быть и сто человек, такие же, как и вы Хотят наверх И чисто статистически У большинства из них не получится Ну ладно, с карьерой все сложно Что же делать-то, может бизнес Маленький традиционный бизнес Работаю я, допустим, в кофейне Начальники и хозяева, естественно, идиоты Они все делают неправильно Я знаю, как лучше И вот вы у меня спросите Опять же, не знаю почему А получится ли у меня за два года Сделать хороший бизнес? Нет Потому что чисто статистически Большинство малых бизнесов закрываются Огромное количество постоянно находится на грани выживания Работая, опять же, за ту же пресловутую тарелку супа Ядреный шишка Ну что же сделать Все попробовал Стоки попробовал Узнать, что там происходит Не получилось Карьера Блин, Васька наверняка из соседнего отдела Гнида меня обойдет на повороте И получит повышение первой Бизнес вообще засада Сейчас налоги туда-сюда Там государство, коррупция, вся херня Ничего не получится Конкуренцию не выиграю Так что делать-то? Так вот, во всех описанных сценариях А их может быть огромное количество на самом деле Самая главная мысль-то одна Нужно выиграть конкуренцию Вы должны быть конкурентно способным Никто ничего вам бесплатно просто так не даст Карьера, бизнес, стоки Сможете быть конкурентно способным Сможете зарабатывать На стоках в том числе И везде, в любой сфере Вам всегда кто-то будет говорить Что у вас не получится Там нечего ловить Там нечего делать Везде, без исключения Каким бы делом я не интересовался за последние годы Везде есть люди, которые говорят Здесь ловить нечего Не нужно сюда приходить Вы хотите что ли работать за тарелку супа И так далее И тому подобное Да, большинство будет работать за тарелку супа А кто-то и на тарелку супа не наработает Но это касается не только стоков Это касается всего Есть еще отличный вариант Пойти вложить деньги в пирамиду Скажем, зарабатывать 200-300% годовых Звучит неплохо Это было несерьезно Если что, не вкладывайте деньги в пирамиды Что у меня лицо-то красное такое Как у алкаша Это с мороза Я сегодня не пил Пока что Дальше хочу немного по комментариям сказать Естественно Естественно Нужно быть В любом случае реалистами Я с этим согласен полностью Нужно взвешивать Что говорят другие Почитайте комментарии под прошлым роликом Есть достаточно толковые 3D-бобер Там, по-моему, хороший комментарий написал Немного обескураживающий Что доходы падают И все такое Все это, в общем, надо иметь в виду Но также надо иметь в виду Что их опыт Это не ваш опыт То, что получилось Или не получилось У других людей Не значит, что получится Или не получится у вас Я хочу остановиться На другом комментарии Который написал некто Александр Ну, во-первых К делу не совсем в прямой относится Но не могу пройти мимо Александр пишет Первый совет новичкам Которые уже 15 лет действуют безотказно Если вы видите под видео или статьей Про стоки Реферальные ссылки На сами стоки В данном видео Они стыдливо завернуты В укороченные ссылки Делите воодушевление и энтузиазм Минимум на 3 А лучше на 10 Ну, во-первых Александр, судя по всему Занимается стоками И, видимо, лукавит Потому что все, кто занимается стоками Прекрасно знают Что реферальные программы Сейчас приносят Смешные деньги Да, действительно Раньше на них Можно было много заработать Но сейчас это просто копейки И, ну, ссылки поставлены Просто потому что Ну, почему бы и нет Капнет копейка И капнет копейка В общем, поэтому Какой-то моей заинтересованности Завлекать людей на стоке Совершенно нет Во-вторых, я не очень понял Почему я должен стыдиться Своих реферальных ссылок Под своем видео На своем YouTube-канале А еще открою секрет Зачем укорачивают ссылки На самом деле Подсказка в названии Они укороченные И короткие ссылки Гораздо удобнее Чем огромная простыня С набором символов Но это ладно Маленькое отступление На самом деле Я осознанно Не называл никаких цифр заработка В прошлом ролике То есть я не говорил Сколько вы заработаете Придя сейчас на стоке Почему? Потому что я знать этого не знаю И никто этого не знает И никто никогда не сможет Вам это просчитать Слишком много переменных Зависит от того Как вы будете работать Зависит от того Что вы будете делать Естественно Зависит от удачи Что если ваши работы Проиндексируются Поползут куда-то вверх Это будет одно Можно фигачить И долго не достигать Никаких результатов В общем переменных Столько Что если вам кто-то Уверенно говорит Сколько вы будете Зарабатывать на стоках Это будет явным заблуждением Осознанным Неосознанным Я не знаю Но это будет заблуждение Александр вот решил Обозначить цифры Опять же Судя по комментарию Он со стоками знаком Не понаслышке Вы готовы Два года работать Чтобы выйти на заработок В 200-400 баксов Я не знаю Откуда Взяты эти цифры 200-400 долларов За два года Это опять же Субъективный опыт Либо самого комментатора Возможно Каких-то его знакомых Но даже если он Знакомый с десятками Стокеров Вы понимаете Что это капля в море И не дает Никакой объективной информации Но раз уж мы говорим Про конкретные цифры Я тоже скажу Своё субъективное Очень субъективное мнение Что два года Работы на стоках И 200-400 долларов Как результат Это очень мало Единственное Я подчеркну Что подработа Имеется ввиду Именно работа Потому что я знаю Что есть такая Психологическая ловушка Я вот в январе Тоже два Два рабочих дня Занимался Своими видеостоками И сижу занимаюсь Думаю Я ж хи***ю Хи***ю Когда ж будет результат Целых два дня Я работал Нет Как бы Подработой Подразумевается Постоянная Планомерная работа Не два раза в месяц Выложить по 10 фотографий При условии работы Я считаю Что 200-400 долларов За два года Это прям очень мало Это значит Что что-то идёт Совсем не так И вторая мысль По этому поводу Ну хорошо 400 долларов Допустим За два года работы Вы вышли на 400 долларов Хотя это мало 400 долларов Это По нынешнему курсу Сколько сейчас 66 долларов Ну минус налоги Туда-сюда 24 тысячи Ну округлим 25 тысяч Простите А где-то 25 тысяч Дают на халяву Каждый месяц Я согласен Очень много обстоятельств 25 тысяч Для кого-то вообще не деньги А для кого-то Это простите Достаточно приличные деньги Особенно Где-то в регионах Потому что я допустим Живу в Питере И я знаю людей Ну хорошо За 25 конкретно Я не знаю Но я знаю Двух человек Как минимум Которые работают за 30 В чёрную Всё в конверте Никаких там Пакетов Соцстраховок И собственно Живут на эти 30 тысяч рублей в месяц Вы за два года Доходите до 25 И ещё раз Это не разовая выплата Это постоянные 25 тысяч В месяц А через три года Будет ещё больше А через четыре Ещё больше Другой вопрос Там самоорганизации Насколько вас хватит Куда вы вообще захотите Дальше идти Но 25 тысяч В месяц Это не ничто К тому же Этих денег Я уверен Можно достичь За два года Не фуллтайм работой А работая По совместительству Окей Не хотите стоки Но вам интересно Там фото и видео Через меня Много проходит Довольно съёмок Ну каждый месяц Несколько штук Я работаю С большим количеством Фрилансеров И я могу сказать Что многие из них Имея своё оборудование Пускай не очень дорогое Работают И получают 25-40 тысяч В месяц Да конечно Вы можете сказать Это мало Я там знаю Кого-то Кто зарабатывает Гораздо больше Да наверное Это мало Но они просто Не выиграют Конкуренцию То же самое Что и со стоками Не все могут Выиграть конкуренцию В общем скажу ещё раз Если мало ли Это было непонятно Из прошлого ролика Хотя мне казалось Что это было понятно Просто так Денег никто не даст И на стоках В том числе Надо фигачить Фигачить И фигачить Ещё я глубоко Убеждён в том Что чем бы вы не занимались В том числе и стоками Это должно приносить Вам удовольствие Иначе Ну как бы Рано или поздно У вас кончится мотивация И вы на это всё дело Забьёте А закончить хочу На позитивной ноте Из комментариев Всё того же Александра Ну и немного позитива Пишет Александр Для некоторых Складов характера Стоки Это просто работа мечты Так что тоже советую Попробовать Если рисовать Снимать Вы любите Мечтаете зарабатывать Этим деньги Но вам уже Остачертели Капризы клиентов Я полностью С этим согласен Я вообще не знаю В чём Как бы заключался спор У большинства Не получится Но для кого-то Эта работа Действительно Может стать Работой мечты В общем Если вы всё-таки Захотите попробовать Реферальные ссылки Стыдливо Мной укороченные Будут в описании Хороших всем продаж Подписывайтесь на канал На инстаграм И спасибо за просмотр Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok